Сертифицировано более 11 тысяч тонн зерна за этот год в Чувашии. Введена электронная ветеринарная система «Меркурий». До днях Россельхозцентр и Россельхознадзор по Чувашии и Ульяновской области подвели итоги работы за год. Отметили и журналистов, активно освещающих деятельность ведомства. Среди награжденных – мои коллеги Татьяна Раевская, редактор национального телевидения и оператор Андрей Шоклев. Съемочная группа выезжала в поля с сотрудниками Россельхознадзора, где фиксировала нарушение использования земель сельхозназначения. Вообще за год в Чувашии и Ульяновской области увеличилось количество проверок, в том числе в неплановых. Способствует борьбе с контрафактной продукцией, в частности молока, введение системы электронной сертификации «Меркурий». От поля до прилавка продукция прослеживается. Сейчас у нас в руках инструмент, который дает прослеживаемость всех цепочек поставок молочной продукции. И это полностью меняет наш обычный формат работы. Мы теперь, как служба, как наша мониторинговая группа, инспектора, мы смотрим, анализируем входящие объемы продукции, входящие в сырье на предприятии. Смотрим в том числе и подозрительные, нелегальные и нелогичные схемы перемещения товаров, просроченные продукции. Итоги работы за год подвели и в Чувашском филиале Россельхозцентра, а среди журналистов почетной грамоты отметили и нашего коллегу с Национального радио Чувашии, старшего редактора Владимира Егорова. За 2019 год Россельхозцентр в Чувашии определил в посевные качества 144 тысяч тонн семян, сертифицировал почти 11,5 тысяч тонн зерновых. На следующий год намечено открытие биологической лаборатории для производства препаратов с эффективными микроорганизмами.